Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 30 апреля. Эфир канал РНТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшее время. Сотня сильных, смелых и справедливых. В Анапе прошел строевой смотр казачьих дружин. Герои живут вечно, если память о них жива. Аллея памяти открыта в Анапском гарнизоне пожарной охраны. Анапские и самоделкины школьники украсили газоны и грядки подделками, сделанными своими руками. Об этих и других событиях подробнее. Сегодня в России отмечается День пожарной охраны. Накануне праздника, а также ко Дню Великой Победы, 70-летию освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков, в Анапском гарнизоне пожарной охраны была открыта аллея памяти о тех, кто стоял у истоков образования противопожарной службы и тех, кто к самоотверженно боролся с немецкими войсками в годы оккупации. На торжественном мероприятии побывал Вадим Родин. Сирены и потомки почтили память тех пожарных, которые пополнили партизанские отряды в годы оккупации Анапы гитлеровцами и выполняли священный долг, не жалея собственной жизни. В Священном Писании сказано, нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Вечная слава тем, кто отдал свою жизнь, выполняя свой долг. И Божье благословение всем тем, кто живут и продолжают нести великое послушание пожарным. В честь Дня пожарной охраны лучшие сотрудники отмечены благодарностями, грамотами и медалями за отличную службу. Аллея представляет из себя экспозицию, состоящую из четырех стендов, на которых размещена информация о создании городской пожарной команды в 1913 году, о ее деятельности довоенное и послевоенное время. В центре экспозиции стенд о деятельности пожарных в годы войны, когда был создан партизанский отряд из работников пожарной охраны и сотрудников НКВД. Погибшим партизанам-пожарным также установлена памятная доска, на которой высечены их фамилии и имена. Отдельный стенд посвящен женщинам-пожарным. Они заменяли ушедших на фронт мужчин и воевали в качестве партизан. Я хочу выразить огромную благодарность тем, кто помог мне в реализации этого проекта. Всех своих коллег хочу поздравить с праздником Днем пожарной охраны. Всем пожелать крепкого здоровья, успехов во всем семейном благополучии. И, как говорит ОНОС, побольше сухих рукавов, то есть меньше выездов на пожары. Чтобы никто не горел, не погибал. К памятной доске и памятному знаку были возложены цветочные корзины от депутата ЗСК Николая Иванюшкина, от личного состава и ветеранов пожарной службы. Руководство Анапского гарнизона пожарной охраны выражает огромную благодарность руководителям и коллективам, оказавшим помощь в реализации открытия аллеи памяти. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-регион. Кубань – казачий край. Кому, как не потомкам великих воинов, хранителей земель русских, следить за порядком. Решение губернатора Кубани Александра Ткачева поддержали в краевой организации казачьих дружин. На строевом смотре анапских казаков побывала и наша съемочная группа. Казачьи дружины, о которых говорил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, создаются на Кубани для недопущения межнациональных конфликтов и сохранения мира в регионе. На службу казаки выходят только в казачьей форме и только вместе с сотрудниками органов внутренних дел, поскольку полномочия у них весьма ограничены. Есть полномочия, но небольшие. К сожалению, мы пока еще должны работать совместно с сотрудниками полиции. Но я думаю, что в скором будущем, если мы оправдаем доверие, нам дадут и чуть больше полномочий. Все казаки, хочу заметить, прошли специальную подготовку, специальный отбор, проверялись в органах внутренних дел, проверялись в кубанском казачьем войске, проходили собеседования, пришли с рекомендациями своих атаманов. За годы существования добровольных казачьих дружин по охране общественного порядка, спасательных, природоохранных, экологических и иных мероприятий, казаки показали, что умеют оберегать родной край, как и столетия назад оберегали их деды и прадеды. Система охраны правопорядка в общественных местах недостаточно эффективна. Серьезный провал в борьбе с уличной преступностью, по мнению самих же полицейских, усугубляется нехваткой участковых. Поэтому потенциал казаков решили использовать в полной мере. Речь идет о службе в соответствии с трудовым законодательством, с зарплатой на уровне сотрудника патрульно-постовой службы. Добавилась дружина на постоянной основе, с постоянной оплатой. Нам добавили 40 человек благодаря администрации муниципального образования города Курорт-Анапа. Мы этому довольны, рады. Постараемся оправдать доверие руководства и, соответственно, местных жителей. Две дружины общественной безопасности, общественного порядка и одна дружина на транспорте. Поэтому у нас сейчас целая сотня казаков, которые официально несут государственную службу Российской Федерации. Строевой смотр в Анапе провел заместитель атамана Кубанского казачьего войска Константин Перенишко. В России 11 реестровых казачьих войск. Но сегодня Кубанское казачье войско идет впереди всех казачьих войск и пользуется самым большим авторитетом не только в регионе на юге России, но и во всей России. Поэтому просьба со всей ответственностью относиться к этой службе. Не должно быть во время смены каких-то телефонов, не должно быть во время смены каких-то просидок где-то там в тени или еще что-то такое, что могло бы скомпрометировать. А Василию Мельникову, старейшине Анапского казачьего войска, участвующему в строевом смотре, был присвоен чин Есаула. 85-летний казак уже 20 лет как входит в число уважаемых стариков, передавая опыт молодому поколению. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапрегион. До курортного сезона осталось совсем немного времени. В поселке Витязево состоялось совещание, посвященное организации торговли в летний период. В это время улица Черноморская превращается в большой базар, зачастую с несанкционированной торговлей. Эта проблема стала главной темой обсуждения на совещании. Также озвучили требования к работе предприятий отрасли торговли. Оформить уголок потребителя. Эта информация для потребителя, это не значит, что у вас должен быть стенд. Уже от этого мы отошли. Это может быть папка аккуратно, может быть сложные файлы, которые можно перелистывать пластиковые. Но эта информация должна быть в доступном для потребителя месте, а не для вас. Оформить ценники на реализуемый товар, произвести ремонт фасада здания, побелка, покраска. У каждого объекта должны быть выставлены вазоны. Чиновники сделали акцент на необходимости включить в меню блюда для детей и запретили продажу алкогольной продукции и пива в нестационарных объектах торговли. Ежегодно за месяц до начала сезона в Анапе проходит расширенное совещание чиновников с руководителями здравниц, малых средств размещения, предприятий, жизнеобеспечения города. Стало известно количество проданных путевок в Анапские санатории, а также об отстающих здравницах Анапы. Вадим Родин с подробностями. Я вам могу пообещать, что мы в дальнейшем не будем обделять вас вниманием, если так сказать по-русски. Реально понимаю, что вы родообразующая отрасль, серьезная отрасль. Сегодня мы подведем предварительные итоги проведенных подготовительных мероприятий и определим задачи отрасли для эффективной и успешной работы в пик сезона. У нас для этого есть, ну самое главное, опыт, есть, на мой взгляд, необходимые ресурсы, чтобы провести сезон успешно. Как в подтверждении сказанных мэром слов, об объемах продажи путевок на лето в Анапской санатории доложил Дмитрий Ерохин. Мы вступаем в предстоящий курортный сезон с хорошим заделом. По составе на 25 апреля 2013 года предприятиями организованного сектора, это санатории и крупные пансионаты, реализовано уже 75% путевок на лето. И 85% путевок в детские здравоохранения. С притоком туристов, по мнению специалистов, все будет в порядке. Но плохую рекламу курорту делают ряд санаториев, которые ставят под угрозу безопасный отдых гостей Анапы и тем самым бьют по имиджу курорта в целом. Среди штрафников названы «Россиянка» и «Восход». Причем сами горе-руководители на мероприятие не явились, прикрывшись своими заместителями. Не все предприятия санаторно-курортного комплекса своевременно проводят санитарную очистку и благоустройство прилегающих территорий. К таковым относится долл «Восход» руководитель Боровицкий Николай Николаевич. У санатория «Россиянка» руководитель Аганин Мартин Мавсесович. По итогам совещания надо бы принять решение и направить письма высшестоящему руководству. Ну, я так и сделаю за вашей подписью. Сначала за моей подписью, да, что просим рассмотреть, никого не пугая. Если люди не хотят сюда ходить, ну вот поднялся бы директор там, поднялся там, вопросов нет. Я бы услышал и принял для себя, для сведения их объяснения. Но раз директор даже не ходит, давайте напишем руководителю. По данным полиции, в Анапу будут прикомандированы 400 сотрудников, что в два раза больше, чем в прошлом году. Ежесуточно патрулировать улицы и в особенности места массового скопления людей будет 130-140 человек, как полиция, так и казачество. В завершении совещания с докладом выступила начальник Роспотребнадзора Анапы Лариса Медведева. Оздоровительный эффект самый высокий в Российской Федерации. Мы на сегодняшний день отдохнуло у нас 207 200 детей. В стационарных учреждениях детства 132 000, остальное это родители с детьми. 98,3% это выраженный оздоровительный инфект. Это лишний раз доказывает, что Анапа главная оздоровница России. И не стоит забывать, что нет предела совершенству, поэтому качество услуг должно повышаться из года в год. Они везут деньги, которые они заработали за год. Мы должны такие условия создать, чтобы они все их здесь оставили, еще и телеграммы домой дали. Дошлите, мы получим. В преддверии праздника Дня Победы депутат избирательного округа номер 8 Андрей Фролов предоставил возможность ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда Анапы оздоровиться в санатории Парус. Две недели приглашенные на отдых анапчане принимали лечебные процедуры и жили в номерах класса люкс. Все хорошо, все нас принимали хорошо везде. Относились к нам с уважением. Все хорошо было. Очень хорошо было все. Понравилось мне. Хоть я первый раз в жизни нахожусь на городе. Спасибо им большое. Руководящим аппаратом, обслуги. Всем им спасибо. И пусть встречают праздник настроением. Ну и мы, как ветераны войны, будем встречать праздником. Сотрудники санатория Парус постарались сделать все, чтобы лечение и отдых на курорте принесли людям преклонного возраста весомую пользу. В преддверии 9 мая ветеранов поздравили с праздником и вручили подарки. Делегация иностранных студентов посетила Анапский индустриально-педагогический колледж. В рамках международного проекта Евросоюза «Мозаика» в Анапу приехали студенты из Латвии, Германии и России. В колледже для них организовали мастер-класс по лепке вареников. Подробнее в сюжете Алина Гумировой. Кубанскими варениками с картошкой и блинами угощали студентов Латвии и Германии анапские ребята. В ответ иностранные гости из Латвии привезли с собой заготовки и приготовили бутерброды с конопленным маслом. Удивили россиян и необычные латышские печенья с перцем. Ребята из Германии воочию не смогли продемонстрировать свои кулинарные способности, но с помощью компьютерных слайдов многое рассказали о немецких национальных блюдах. Все студенты с большим интересом узнавали и даже пробовали на вкус кулинарные особенности других стран. Ребята очень рады, что могут посмотреть, как живут люди в других странах, потому что они ничего не знают. Люди моего поколения знают хоть немножко, потому что поехали по России и раньше. А теперь это единственная возможность сюда приехать. Мы первый раз в Анапе. Увидели здесь много нового и интересного. Море здесь очень красивое. Анапа как курорт, очень хороший город. Международный проект Евросоюза Мозаика – это также и возможность студентам из Латвии, Германии и России приобрести навыки в сотрудничестве по сближению различных национальных менталитетов. Каждый человек является маленькой частицей всей Вселенной. Наша задача, как принимающей стороны, показать весь спектр культур Краснодарского края. Иностранная делегация за недолгое время своего пребывания на юге России смогла познакомиться с достопримечательностями Анапы. Ребята посетили этнографический комплекс «Атамань» и музей «Гаргипио». На сцене Дома культуры в поселке Витязева студенты смогли увидеть выступление греческого театра «Эльфтерия», ансамбля армянского танца «Ахпюр» и послушать выступление ансамбля «Рябинушка». Члены делегации выразили свое восхищение богатством национальных культур кубанской земли и пригласили анапчан для знакомства с своей страной. «Мне очень нравится Анапа. Я рад, что сейчас нахожусь на берегу Черного моря, потому что сам живу в Латвии, у Балтийского моря. Я могу видеть, как здесь живут люди. Проект проводится хорошо. Здесь и история, и культура, и новые друзья». После окончания проекта все участники подготовят творческие отчеты на сайтах своих учебных заведений. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. Преображать Анапу стараются как взрослые, так и дети. Маленькие жители 12-го микрорайона трудились над чистотой и уютом дворовых площадок почти месяц. В результате дома под номерами 8 и 11 были признаны на Всекубанском субботнике лучшими. Перед многоэтажками зацвели ландыши, появились новые лавочки, красавица-матрешка и большой корабль с яркими парусами. С анапскими самоделкинами познакомилась Светлана Вилова. Маленькие жильцы дома номер 8, что в 12-м микрорайоне, решили навести порядок на придомовой территории. Не просто подмести дорожки и убрать мусор, а сделать все по-взрослому. В субботу с раннего утра работа кипела вовсю. За месяц до Всекубанского субботника у ребят появилась идея украсить двор. Вместе с председателем домового комитета Оксаной Бас, ребята из подручного материала смастерили поделки. В ход шли пластиковые бутылки, доски, автомобильные шины. Эта идея так понравилась, что к ребятам начали приходить дети из соседних домов, чтобы украшать город вместе. Результат превзошел все ожидания. Старые хозяйственные миски пришлись к стати. Побольше красной краски, немного белой. И вот на клумбе уже красуются мухоморы. Во дворе теперь всегда будет сиять солнышко. А эти майские ландыши. Кажется, что они действительно издают нежный и свежий аромат. Неподалеку красуется матрешка, сделанная из разноцветных шин. Палка-палка, велосипедный руль, получился мотоцикл, говорят дети. А эта лестница, стоящая в центре двора, превратилась в настоящий корабль с разноцветными парусами. Сначала мы нашли в интернете, потом начали резать бутылки, делать пальмы. Потом красить стол, копать ямы, чтобы туда колеса закопать и покрасить их. И сделать улитки. Отвели ребята и две зоны для отдыха. Здесь под тенью туи из досок и старых пеньков сделали лавочки. А в другом конце двора установили стол. Стульями стали улитка, зебра и жираф, сделанные из шин и пластиковых бутылок. Взрослые, конечно же, не остались от детской затеи в стороне. Помогали, кто чем мог. Все участвовали, кто материально, кто краску покупал, кто физически. Работаем мы почти целый месяц. Но вот эти последние 3-4 дня мы очень активно работали. Баз Оксана избрана у нас в декабре месяце. С приходом ее жизнь во дворе закипела в доме. Можно сказать, самый лучший участок получился. Особенно детская площадка получилась самая лучшая в микрорайоне. Удачно прошла работа на прилегающей территории 11-го дома. Руководитель АТОСа номер 27 Наталья Ключникова на краевом конкурсе среди органов общественного территориального самоуправления была награждена денежной премией. На эти средства установили детскую площадку. Депутат округа Игорь Филимонов помог заасфальтировать территорию. А ребята яркими красками украсили все вокруг. Это было непросто. Конечно, мы были потом после этого грязные, но все равно нам очень понравилось. И нам очень нравится, когда люди счастливы, пусть проходят. И мы всегда готовы красить и подметать, чтобы приносить людям пользу и радость. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Анна Прегион. 27 апреля состоялось торжественное открытие офиса продаж «Сезам» официального представителя компании «Алютех». Теперь жители нашего города смогут оценить высокое качество и надежность продукции европейского класса, секционных ворот и алюминиевых профильных систем. Наша съемочная группа была в числе приглашенных гостей. Где расположился офис продаж и какие именно преимущества отличают данную продукцию от конкурентной – в следующем сюжете. Использование современных уникальных технологий позволило компании «Алютех» сформировать ряд весомых конкурентных преимуществ своего товара. Среди главных – высокая теплоизоляция и прочность. Добиться таких показателей, которые опережают конкурентов, позволило использование более прочных материалов. Так, для изготовления секционных ворот «Алютех» используются панели толщиной 4,5 см. В то время как другие производители предлагают панели толщиной 2-2,5 см. Помимо этого, ворота «Алютех» оснащены регулируемыми опорами, которые помогают избежать деформации нижней части ворот. Это создает эффект надежной герметичности и помогает увеличить срок эксплуатации. У нас также представлен стенд откатных ворот, который также можно посмотреть в действии. Здесь слышно бесшумность двигателя, достаточно плавный вход и бесшумная зубчатая нейлоновая рейка, которая сохраняет долговечность шестеренки двигателя, что немаловажно. В дальнейшей будет эксплуатация этих ворот. Более прочные материалы в сравнении с конкурентными продуктами используются и для производства «Ролет». Если толщина стенок обычных «Ролет» 20 мм, то «Алютех» предлагает 45 мм. Это гарантирует стойкость к ветровым и физическим нагрузкам, взломоустойчивость и безопасность при использовании. Приятным бонусом станет широкая цветовая гамма «Ролет Алютех», которая позволит подчеркнуть индивидуальность и откроет новые возможности для воплощения самых смелых дизайнерских идей. Если вы давно задумывались об установке рольставни или ворот, то сейчас самое подходящее время это сделать. Тем более, что многие анапчане уже успели оценить качество данной продукции. Ворота они установили в течение одного дня. И удивительно то, что у нас здесь очень сильные ветра в Анапе. Эти ворота, они ничего не боятся, никакого ни ветра, ни штормового предупреждения были. Эта неделя была, вообще сильные ветра. Ничего с ними не случается, хотя они стоят, можно сказать, что практически все на ветру. Нам посоветовали наши друзья, которые установили себе месяца два назад эти ворота. Работали они у них бесшумно, хорошо, качественно, надежно. Автоматика не подводила. Ну, мы позвонили, приехали, измерили. Через неделю привезли ворота, установили. Вопросов по сей день не возникает. Я руководствовался, скажу вам честно, результатами работы мастерами этой компании, которые были сделаны напротив, у соседа. Это было так здорово, это так было, ну, скажу, оперативно и качественно, чтобы у меня другого не было, вопроса даже не было, чтобы другую компанию сказать. Я вот, пожалуйста, и я еще буду вам ставить, не вам, мне, двое ворота. Вон там будет ставить, и вот здесь. Офис официального представителя Алютех в Анапе расположен по адресу Хутор Воскресенский, улица Садовая, дом 1. Губернаторская благотворительная программа «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям» в этом году исполнилось 5 лет. За эти годы для одаренных детей было сделано многое, чтобы юные таланты могли состояться в жизни и искусстве. Наш корреспондент Светлана Вилова побывала в детской музыкальной школе номер 2 села Цибанабалка. На уроке была лаечника Ивана Балушкина. Мальчик вошел в число талантливых ребят, которым в этом году приобретут инструменты за счет средств, собранных в рамках губернаторской программы. «У меня будет необычная профессия – балалаешник», говорит воспитанник детской музыкальной школы номер 2 села Цибанабалка Иван Балушкин. Любовь к этому инструменту появилась у него благодаря бабушке. «Мы кубанского рода», отмечает Татьяна Ивановна Дейнега. А значит, дети и внуки должны знать русские, украинские, казачьи народные песни и уметь играть на народных инструментах. «Сама по профессии культработник, естественно, пою всю свою сознательную жизнь. Еще с малышкой смотрели, слышали, как наши пели и учили эти все наши кубанские песни. Можно сказать, с молоком, с бабушкиными песнями, сказками, пословицами, поговорками. Я своих внуков определила сюда, чтобы играли, пели, сказала, мне в семье нужны музыканты, мы все поем». Какой русский народный инструмент освоить, над этим вопросом Ване думать не пришлось. С малых лет нравилась балалайка. «Это мой выбор, это народный инструмент, он легкий, можно его возить куда хочешь. Звук легкий, такой озорной, иногда нежный». Среди учеников школы Ваня Балушкин считается сильнейшим музыкантом. Он победитель городского конкурса «Юное дарование», фестиваля молодых исполнителей «Парус детства». Среди 17 балалайшников Кубани на краевом конкурсе исполнительского мастерства оркестровых народных инструментов, детских музыкальных школ и школ искусств, Иван завоевал первое место. «Если он продолжит, захочет продолжить это дело, которым мы с ним занимаемся, то я думаю, что у него будет очень хорошо получаться. Потому что внутренняя культура, культура семьи, культура родителей, бабушек, у них очень хорошая семья, наследие такое ему досталось, ему повезло вот именно с этим пластом, на котором он растет». Ваня для себя решил, будет знаменитым балалайшником. Юный музыкант мечтает не об игрушках и персональном компьютере, как многие в его возрасте, а о новой балалайке, чтобы у нее был красивый тембр и огромная звуковая палитра. Такая, как у известного российского музыканта. «Красивая, как у знаменитого балалайшника Горбачева Андрея». «Приезжал к нам сюда знаменитый балалайшник российский. Когда послушали мы этого Горбачева, Ваня сидел, вот такой завороженный, послушал, говорит, бабушка, это Бог. Так что у нас такой стимул играть, как Андрей Горбачев». Добавлю, что акция «Цветик-семицветик» сегодня завершается. В городском театре сейчас проходит встреча всех участников. В число приглашенных попала семья Бондаренко. Наша съемочная группа накануне познакомилась с мальчиком, которому поможет благотворительный фонд. Саше Бондаренко 5 лет. Его мама Марина Григорьевна борется с тяжелым недугом сына. У него детский серебральный паралич. Заболевание затронуло не только мышцы, но и речевой аппарат. Саша не может ходить и разговаривать. Из-за псевдобульбарного синдрома он может есть только через зонт. По словам мамы, когда мальчик родился, врачи говорили, что он проживет всего 3 месяца. Но Марина Григорьевна не опускала руки, надеялась на чудо. Я вот захожу в дом, он начинает прямо шевелиться, то есть явно показывать, что он ощущает мое присутствие. То есть это для нас очень большой прогресс. Это может быть для здоровых детей непонятно, а для нас это, конечно, огромнейший. Благотворительная акция «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям» приходит в дома кубанских семей, которые нуждаются в поддержке. Саша с мамой живут только на пенсию. Возможности купить дорогостоящую инвалидную коляску, которая мальчику так необходима, у семьи Бондаренко нет. Поэтому они обратились в фонд за помощью и на их призыв откликнулись. Услышала, что проходит акция «Цветик-семицветик». Собрала все документы, написала заявление. И вот такая радость пришла. Улица для нас – это наше развитие, это наша жизнь. Просто даже хотя бы выйти и вот так по парку погулять, и запахи поощущать, и свет, и зелень, и все тому подобное. С помощью этой коляски мальчик сможет чаще бывать на улице. И тогда он увидит не только лавочку, на которой они с мамой сидят каждый день, а еще много всего интересного. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. Погода в Анапе с 1 по 5 мая благоволит для отдыха и походов на природу. Температура воздуха будет колебаться в пределах 22-25 градусов выше нуля. В ночное время – до 16-18. Усиление ветра не ожидается. Курорт будет обдувать легкий морской ветерок. Атмосферное давление тоже в пределах нормы – 755-760 мм ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 14 градусов выше нуля. Далее – блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48-333 и 48-300.